Самый короткий, самый экстремальный шестой сезон Барнаульского проекта «Большая сцена». В этот раз жителям краевой столицы пришлось постараться, чтобы всего за пару месяцев из-за пандемии проект сократили, перевоплотиться в роль. Научиться держаться на сцене, говорить так, как нужно и смотреть на мир другими глазами. Она костюмерша главной примы театра, и поэтому она себя позиционирует такой, что она прима настоящая. Я совершенно не такой человек, и здесь просто пробуешь, и как-то, ну, интересно. Вообще проект очень интересный, то есть я почувствовала себя другим человеком. Стесняться уже некогда, да и заботы на сцене совсем другие. Правда, волновались о тексте или определенной позе не все. Ася Черкасова по ту сторону театра оказалась впервые, хотя о карьере актрисы мечтала с детства. Поэтому сейчас полная концентрация и не заученный текст, а жизнь, как она есть. Папа! Папа, нет! Я плакала почти, да. Плакала, да. Ну, я жила прям. Я жила, и девочки все заплакали. Ну, такая речь. Очень хотелось ее сделать именно такое. Я довольна на сто процентов. Лучше жить на сцене, проживать вот эти вот эмоции, которые, казалось бы, могут иметь какой-то негативный окрас, чем в жизни. Это было необычно увидеть ее вообще с другой стороны. То есть она, получается, раскрывается вообще по-другому. И ты думаешь, блин, а, наверное, хорошо она бы смотрелась в роли актрисы. Артисты признаются, все они перевоплотились в своих героев. 16 предпринимателей, бизнесмены, визажисты, госслужащие показали все свое актерское мастерство и итог двух месяцев работы над собой и совместной работы с людьми, которые за время проекта стали больше, чем знакомые. Это дисциплинированная команда. Во-вторых, очень сыгранная, собранная. И мы прям действительно очень хорошо подходим друг к другу по типажам и характерам. То есть это очень... Мне кажется, не в каждом сезоне, где я участвовал, была такая же история. Кстати, как проводить финал проекта, еще месяц назад не знали, ориентировались на эпид-обстановку. И все же даже в такое время желающие пришли на премьеру Народного театра. Правда, зал заполнен наполовину, все в масках. И пусть аплодисменты были тише, но для этих участников они столь же ценны, как и для прежних сезонов. Ведь кто знает, когда еще они поднимутся на большую сцену. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.